Ребят, всем привет! Коротенький ночной ролик про живородку. Смотрите, запустил рыбей в этот аквариум, на этой стойке. Плавают, ребята, смотрите, он такой длинный. У меня первый раз такой длинный, он метр двадцать. Им нравится, они сидели там в каких-то маленьких объемах, а сейчас плавают. Как только запустил, они еще сначала боялись, держались такой стайкой, знаете, как не он или еще там кто. Было вообще прикольно. Сейчас освоились такие уже. Плавают все спокойно. По-моему, очень классные рыбки. Смотрите, кайф, кайф. Смотрите, что покажу. Ай, не видно ничего. Блин, отсвечит. Видно только мою желтую футболку. Но смотрите на дне, я думаю, все прекрасно понимают, что это, да? Это мертвые малечки-меченосцев. Точнее, они не родились мертвыми, они стали мертвыми. Они родились, и на них сразу была манка. Я не знаю, как такое возможно, но у них сразу была манка. Но я к чему это говорю? К тому, что я самочку отсадил, она вроде как разродилась. Потом я ее беру и пересажу ее в банку, в отдельную. Еще некоторое время она в ней сидит под полотенцем, чтобы было темно, и она не видела своих мальков. Видите, вот самочка. И она продолжает рожать. Ну, это просто для таких боегузов, как я, кто боится, что она там поест всех мальков своих, в банку ее отсаживаете, накрываете полотенцем и ждете. Я ее даже уже поддавливал, но, как знаете, после нереста икромечущих икру выдавливают. Можно и так, и ножевородки проверять, родила она всех или нет. Но это такой экстремальный метод. Лучше просто накрыть полотенцем и подождать немножко. Ничего с ней не случится, а в темноте малючков она своих не поест. А вот это Артюха здесь у нас будет. Ладно, это ролик для полуношников. Ребят, спасибо вам огромное. Пока.